Псалом 77. Краткое надписание, потому что Псалом обременен пространностью пророчества, впрочем, что ради того он надписывается, учение Асафа в разум. Дабы мы остерегались бедствий, какие случились с иудеями, по их безумию видно изначальных слов. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Исход 32.7. Что же значит «внимай, народ мой, закону моему»? Приступайте ненебрежно, исследуйте тщательно, и тогда преклоняйте ухо ваше к слушанию. Кто слушает закон Божий поверхностно или считает его ненужным или тяжким, того ухо не в состоянии будет и слушать. А кто изучает закон внимательно, тот замечает, что иго его благо и бремя легкое, и преклоняет ухо к словам пророчества, то есть выслушивает все пророчество. И, относясь любовью к словам его, приумножает духа, которым все совершается. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из ревности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Хотя, говорит, хочу поведать притчи прежних времен и древние гадания, тем не менее речь моя о них заслуживает веры, потому что я принял их по слуху и изучил. И не плотские отцы передали их, а священники и пророки. Хорошо указывает он, что слушал и научался. Не он только один, а вместе со многими другими, когда говорит, что слышал и узнал я, потому что знание это было общее всем, все слушали пророков. Притчи и гадания, говорит он, потому что соединяет учения с историей, что и составляет отличительные свойства притч и гаданий, заключающихся в священном писании. В них, говорит, он откроет уста свои, чтобы и мы подражали сказанному, всегда принося Богу начатки уст, подобно тому, как приносим начатки всякого плода, и чтобы не двигали языком, прежде чем он не произнесет угодного Богу. Ты скажешь на это, что пророк говорит от лица Господа, его народ, род человеческий, его закон и древнее повеление. Его, разумеет и Матфей, когда говорит, да сбудется реченное пророком говорящий, открою в притче уста мои. 13.35. Что же пророк присоединяет к этому? Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам? Эти слова приличествуют человечеству. А чтобы показать, что передавая им сходно и согласно со сказанным пророками, он говорит, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силы его, и чудеса его, которые он сотворил. 14.35. Кто же те, о которых раньше сказано, отцы наши рассказали нам? 15.35. Не утаим отчат их родом иным. Пророк называет язычников, о которых он говорит и в другом месте возвестите. 16.35. Род Господень, грядущий. Но они получают название детей истинного Израиля, как наследовавшие от израильтян богопочтение. 17.35. Почему и Павел говорил о них, их усыновлении, служении, завет, законоположении, их и отцы. Рим. 9.4. Итак, они возвестили нам, как сынам Господа, хвалы. 18.35. Мы и не знали бы, как нужно хвалить Бога, если бы пророки раньше не научили нас говорить, благословите все дела Господней Господа, Даниила 3.57, еще хвалите Господа с небес, еще свят, свят, свят Господь Саваоф и тому подобное. 18.35. От них мы познали силы Божии и чудеса, которые сотворил Бог, силы, которые он обнаружил в отношении к фараону или к Навуходоносору или к Исполинам или к другим подобного рода людям, чудеса, которые сотворил он с Иовом, с Давидом, с Даниилом и тремя отроками и другими увенчанными в искушениях. 19.35. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их. 20.35. Когда Бог боролся с ним при потоке Иакова, несомненно, что боролся Бог в образе человека, и признал себя побежденным Иаковом, когда сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. 21.35. На что Иаков ответил, не отпущу, если не благословишь. Вот это чудное явление и есть свидетельство, которое дал Христос в напоминании своего богоявления во плоти. 21.35. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле. 22.35. Для того, говорит, он положил закон во Израиле. 23.35. Хотя и знал, что израильтяне будут приступать и нарушать суть обратившиеся. 24.35. Все постановления, чтобы сделать известным сыновьям своим. 25.35. Что заповедал отцам нашим? 26.35. Ради нас, следовательно, народ иудейский получил закон, потому что мы соблюдаем этот закон по духу и, соответственно, с целью законодателя. 27.35. Еще яснее указывает на это следующие слова. 28.35. Чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. 29.35. Видишь ли, что пророк говорит о язычниках. 30.35. В то время они еще не родились для истинного богопочтения, но имели родиться через крещение. 31.35. Почему и называются справедливо сынами, имеющими родиться. 32.35. Так как они пали через идолослужение, то пророк хорошо предрекает им восстание через веру во Христа, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, возлагать надежду свою на Бога. 33.35. И не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. 34.35. Вот истинное ведение о Боге. 35.35. Передавать это ведение и другим, и рождать себе сынов через научение заповедям. 36.35. Это и делают уверовавшего Христа, потому что они никому не завидуют в богопознании, и те, которые раньше уверовали, не хотят преграждать путь другим, но убеждают иметь надежду на Бога, не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. 36.35. Это проповедуется каждый день церковью всем, и своим, и чужим. 37.35. Здесь Павел вещает всем безразличия полов. 38.35. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос» Галатам 4.19. 39. «Не так поступали книжники-фарисеи, которые взяли ключ разумения и никому не дозволяли войти». На это указал Христос, когда возвещал им. «Горе» тоже выражает и следующие слова. «И не быть подобными отцам их, родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богом, духом своим». «Язычники справедливо приписывают себе отцов, происшедших из Израиля, потому что от них родился Христос». «Один из этих отцов праведный, как бы пророки и истинные священники, все соблюдавшие закон, а другие нечестивые, те, которые носили эти звания, ложно». «А так как пророк намерен был сказать об отцах, нечестивых и беззаконных, то, упомянув отцов, он по необходимости привосокупил». «О каких именно отцах, он говорит, род строптивый, упорный, мятежный, неустроенный неверный Богу, духом своим». «Они все исповедали веру одним только языком, а не всем сердцем и нечистым духом, были людьми упорными и мятежными, и не стремились сердцем к Богу, который желает и принимает не то, что исходит из уст, а то, что идет от расположений душевных. Чтобы мы не подражали им, нам в напоминании для исправления дам презренный ими закон». «Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе его». «По имени сильнейшего колена пророк назвал весь народ израильский, отделившийся от народа иудейского, потому что Ефрем первенствовал среди десяти колен, бывших под властью Иерваама. Точно так же называет народ израильский и другие пророки, например, Осия, когда говорит, что сделает тебе Ефрем, что сотвою тебе монастия, что сделает тебе Иуда». «Осия 6.4». «Иуда называет два колена, над которыми царствовал дом Иудов, а Ефремом другие десять, потому что над ними царскую власть получила колено Ефремова. Эти десять колен и есть стреляющие из луков, потому что последние служили у них орудием богослужения. Однако они обратились в бегство именно в день брани духовной, показав тыл враждебным демонам. Что же заставило их обратиться в бегство и показать тыл врагам? То, что они не сохранили завета с Богом и не ходили в законе Его. Когда же это случилось с ними? Когда они поклонились двум вылитым тельцам. Вот почему пророк, оплакивая последовавшее за этим, и присовокупляет. «Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он, перед глазами отцовых, сотворил чудеса в земле египетской на поле Саан». 836. «В немногих словах пророк напомнил все чудеса, совершенные в Египте, забвения которых он их упрекает за забвения. Действительно, они не оставили бы благодетеля, если бы по великой неблагодарности не забыли благодеяний и чудес, свидетелями которых для них служили отцы, видевшие собственными глазами те знамения, которые, говорит он, совершены были на поле. Эта земля была, несомненно, самым древним и обширнейшим владением фараона. Что, говорит, на поле Саан был древнее прочих. Об этом свидетельствует Божественное Писание. Желаю указать на глубокую древность Хеврона, оно сравнивает его с Сааном. Говоря, Хеврон создался прежде Саано-египетского числа 13.23, то есть царство фараона. Разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною. Здесь пророк указывает на великую силу чудотворца. Когда море должно было расступиться для перехода народа, он не сушил его, но как бы щадя свою стихию, разделил его на две части. Это и значит, разделил. Затем, собрав как у меха ту и другую сторону разделенной воды, он в середине ее, опорожнивши море, дал идущим твердую землю. А когда народ перешел, то возвратил море в свое место. И днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Видишь, как велико промышление чудотворца Бога. Так как они нуждались в указателе для пустынного и неведомого им пути, то он позаботился не только о том, чтобы было необходимо, что, но и о том, что было полезно получившим знамение. Поэтому он и дал им днем облако, которое прикрывало их от солнечного зноя, а ночью огненный столб, доставлявший свет и тепло, потому что ночь сыра и холодна. Так и мы, совершая под Божьим водительством свой путь, когда нападет жар страстей, можем прикрыть себя облаком покаяния. А когда охладеет любовь, можем снова возжечь ее усердием, как бы огненным столпом. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Может быть, кому-нибудь покажется, что пророк дважды указывал на одно и то же чудо? На самом деле нет. Потому что Моисей дважды извел воду из скалы. Первый раз в пустыне Хари, в другой раз в Кадесе, где умерла и погребена Мариам. И в обоих случаях в великом изобилии, почему их говорится, как из бездны. И вода по ее изобилии сравнивается не с одной рекой, а со многими. Это служило доказательством, что совершившиеся для них чудеса были истинными, а не мнимыми. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Пророк обвиняет иудеев в тяжком преступлении. В том именно, что они, получая такие чудеса, вместо того, чтобы воздерживаться от старых грехов, прилагали к ним еще и новые, и не просто согрешали, но пред ним, то есть грешили против того, кто творил чудеса. Потому пророк и присовокупляет, и раздражали Всевышнего в пустыне. Чем огорчили? Не тем, что жаждали, не тем, что требовали воды, а тем, что хулили и порицали щедродатели. Вот почему и места чудес назывались одно водой и спора, число 20.13, а другое искушением и похулением. Потому что здесь они искушали Бога, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Это и выразил самыми словами законодатель Моисей. С этим вполне согласны дальнейшие слова Псалма. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Видишь, они испытывали Бога, может ли Он доставить им пищу в пустыне. Требование, следовательно, происходило больше от испорченности, чем от нужды. Потому и, говорится, не просто пищи, но по душе своей. То есть они просили следствие своего сластолюбия и душевной похоти, когда роптали на лишение огурцов, дынь и лука, и говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне. Тяжкое преступление клеветательно простого человека. Почему Давид и говорит, клевещущего на ближнего не потерплю и сгоню. Еще тяжелее клеветать на господина, потому что наказание постигнет клеветника. Но клеветать на Бога самое тяжкое. Потому что Бог для нас и Отец, и Владыка, и Питатель, владеющий всем. Какое бы ты ни указал благодеяние или власть, должно поэтому или по страху перед его властью, или из любви к его благодеяниям воздерживаться от хулы против него. Что же, однако, о них клеветали, и говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне. Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб, может ли приготовить мясо народу своему. Тяжко ослепление хулителей и беззаконников. На основании чего следовало бы заключать о великом могуществе Бога, и твердо быть уверенными, что ему все возможно, и нет ничего невозможного. На основании того самого они отчаиваются в его силе, говоря как бы так. Хотя вот он и дал, но пищи дать не может. Как будто он был ослабел при совершении чудес, и стратил свою щедрую силу на тех, кто раньше получил чудеса. За это Бог справедливо гневается, как раньше, и говорится. И поэтому услышал Господь и воспламенился их. Как переводят все датионы, переводчики пятого чтения. 838. Почему же отвержения не понялись в смысле гнева? Не без причины. А потому что с возбужденным гневом часто случается, что они сбрасывают одежду, как бы спеша на мщение. А пророк имеет обычай приписать Богу человеческие черты, чтобы показать образ каждого его действия. А что отвержением пророк действительно назвал быстрое движение гнева? Послушай дальнейшие слова. Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля. Так как Бог разгневался, то на возбудивший гнев вышел для наказания огонь. Какая же тому причина? За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Действительно, Бог гневается, когда в Него не веруют, потому что всякий, не верующий в Бога, не допускает и суда, и хулит Его закон. А если хулит Божественный закон, то тем более человеческий. Отсюда беспорядки в нашей жизни. В самом деле, чего не посмеет сказать, не верующие в Бога и не уповающие на даруемое от Него спасение? Потому пророк обвиняет их не только в том, что они не веруют в Отца, но вместе и в том, что они не веровали и в Сына. Потому, он говорит, и не уповали на спасение Его, разумея, Христа, которого называли спасение многие пророки, и с ней других Симеон, принявший Его на руки. Он повелел облакам свыше и отверст двери неба. Пророк говорит здесь об облаках, находящихся выше тех, которые носятся выше неба. Почему назвал их дверями небесными, как находящиеся перед небом? Потому что есть облака и близкие к земле, которые бывают даже ниже гор. И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел и южный силою своею. Дабы они не подумали, что Бог разгневался вследствие бессилия исполнить просьбу, именно просьбу хулителей, не просивших, как подобало просить у Бога. Он навел на них палящий огонь, так что и место, ввиду сгоревшего на нем множество народа, прозвано горением, а затем дал уже просимое. Пророк называет манну хлебом небесным и хлебом ангельским, так как он приготовлялся не человеческими руками, а приносился с неба, где обитает лик ангелов. Какой обращен до сытости послал им Бог? Это ясно видно из следующих слов. И как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. У Бога благо готовы, но хранятся им, однако, до надлежащего времени. Вот почему, желая напитать народ иудейский, он произвел не какое-нибудь новое творение, возбудив южный и ливийский ветер. Эти ветры дуют в теплых странах, где творец повелел в изобилии водиться перепелам, и, взяв их отсюда, как бы из готовых сокровищ, исполнил свою волю. Мы думаем, что пророкам отнюдь не гиперболически сказано, а дождил на них как прах и как песок морской птиц пернатых. Творение Божие беспредельное и нам неведомо. Итак, птиц было такое множество, что их нужно было ловить не силками, не сетями или другими приспособлениями, а легко и удобно было брать руками, как это совершенно ясно видно из дальнейшего. Поверк их среди стана и их около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Итак, представь себе, как такое бесчисленное множество народа, и притом столь алчного, было питаемо не один день, а тридцать дней, и ты будешь в состоянии уразуметь рассказ Моисея в книге чисел 11.19. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей израилевых не зложил. Ненапрасно, следовательно, отвергает Бог многие наши просьбы, а к нашей же пользе, потому что весьма многие желания бывают гибельны для людей, хотя Бог часто исполняет их для грешников. Зачем же Он исполняет? Чтобы они не обвиняли Его, как мы сказали, в бессилии. Исполняя, Он наказывает получающих желаемое, чтобы устрашить и нас, чтобы мы не утруждали Бога непозволительными просьбами. Итак, Он удовлетворил страстное желание иудеев иметь пищу, но когда они еще ели, навел гнев свой. Убил упитанных из них, то есть тучных, и поразил избранных, избранных не по добродетелям, а по нечестию, потому что есть избранные и в нечестии. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Пророк удивляется неверию и жестокосердии иудеев, что они оставались бесчувственными не только к получаемым благам, но и к наказаниям. И грешили опять, то есть прилагали грехи к грехам. Поступали же они таким образом, потому что не верили в чудеса Божии, то есть не имели ни уверенности, ни веры, как обычно бывает с нечестивыми. Они думали, что совершающиеся знамения и чудеса случаются сами собою, потому и дни их были весьма недостаточны. Недостатком же пророк называет, конечно, не кратковременность, а отсутствие добродетелей, потому что кто не живет добродетельно, тот хотя бы прожил и много лет, все-таки умирает в недостатке дней, то есть преждевременно не принесший тех плодов, ради которых он иступил в жизнь. Вот почему Писание называет исполненными дней Авраама и Иова, хотя многие прожили и большее число лет. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их. Истинный добродетель в том, чтобы всегда памятовать о Боге, чтобы призывать Его помощь и в благополучии, потому что если мы будем помнить Его в счастье, то и Он вспомнит о нас в несчастье. Искать же Бога по нужде, когда Он наказывает, значит обращаться к Нему не сердцем, а только по необходимости исповедовать, что Бог помощник и избавитель. Поступать так свойственно злым и неблагодарным рабам, для которых Господин не будет знать милости, в виде их вынужденное признание. Тем более, поступать так Бог поступит, который знает лицемерие лукавых и злых людей, и ясно предвидит то, что затем последует. И льстили ему устами своим, языком своим лгали пред Ним. «Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны заветы Его». Подобными словами порицал иудеевый пророк Исаия. «Люди сии устами своими любят меня, а сердце же их отстоит далеко от меня». Чем же это обнаруживается? Много ведь и теперь можно найти людей, которые чтут Бога только языком. Обнаруживается это тогда, тогда, как говорит пророк, «И не веровали, не были верны завету Его». Когда они остаются верными заповедям Божьим, то тем самым показывает, что они не имеют никакого доброго расположения к заповедавшему и никакой совести. Относительно таких людей именно, говорил Павел, что они Бога знают языком, а делами отметаются. Но он милостивый, прощал грехи и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Когда, указав на будущее время, пророк явно указал на воплощение Христа, потому что Его посал Отец для очищения грехов наших. И он оказался настолько щедр, что начал свою проповедь людям с призвания к покаянию. И, найдя народ иудейский достойным гибели, не погубил, не истребил его до конца, а оставил им семя и остаток в лице уверовавших из их среды апостолов. О них-то и говорит Исайя, «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы уподобились бы Содому и были бы, как Гаморра». 1.9. Вот почему Бог умножил милость свою и отвратил гнев свой. Как же он отвратил? Он не разжег всего гнева своего, а разжег только отчасти, наведя его на храм и ветхий город. А если бы он разжег его весь, то вместе с храмом погиб бы и народ, и вместе с городом была бы истреблена, как в Содоме, и земля. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Как может Бог забыть о нашей природе или нашей слабости? Очевидно, это говорится о воплотившемся ради нас Сыне, который не только как Творец знает нашу природу, но воплотившись узнал самым опытом нашу слабость, почему Павел и говорит он, «Хотя он и Сын, однако страданиями навык послушанию» Евреям 5.8. Еще, «Как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь» Евреям 2.18. Итак, «Поскольку слово стало плотью, он вспомнил, что мы плоть». То есть по опыту узнал немощность нашей плоти. Плоти пророк называет всего человека, почему и присокупил. Дух ходит и не обращается. Дыхание уходит из человека. Для нас нет уже возврата к настоящей жизни, поэтому мы и должны бодрственно совершать свой путь, на который ни в каком случае не можем возвратиться. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогнивляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Пророк удивляется и безмерности, и глубине нечестия иудеев, тому именно, что они не только многократно огорчали Бога, но что делали это в пустыне, где следовало бы им больше всего сокрушать и взбирать на небо, так как здесь никто не мог их ни обмануть, ни обольстить, что возможно в городах. Что было высокомерным, прогнивляли его в пустыне безводной, где им, терпевшим жажду, следовало быть смиренными. Затем, обратившись, они обратились не к благочестию, а к другому нечестию, потому что искушали Бога, а было безумие им искушать всеведущего, и оскорбляли святого Израилева, то есть Христа, о котором Исаий говорил, «Кому подобите меня или с кем сравните?» 40, 25, предвозвещая крест, потому что таким же образом указал на него и Христос, 841. Почему же они в пустыне не только раздражили Бога, то есть Отца, но оскорбили и святого Израилева, то есть Сына? Потому что камнем был сопутствовавший им Христос, а они не верили. Может ли он извести из камней и дать им воду? Так что и Моисей говорил, «Послушайте меня, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» Чисто 20, 10. Поэтому-то Бог, разгневавшись на них, и сказал, «За то, что вы не веровали в меня, чтобы явить святость мою пред сынами Израилевыми». Стих 43. «Когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цаан, и превратил реки их в потоки, их в кровь, чтобы они не могли пить. Рукою Бога, то есть Отца, опять Пророк справедливо называет Сына, потому что все им было, и без него ничто не стало быть. Как и другой Пророк говорит, «Рука Господня сотворила все сие». Итак, они не вспомнили и того, кто избавил их от руки притеснителя фараона. День исхода, когда он в полность пришел и поразил первенцев египетских, сотворил знамения в Египте и чудеса на поле Цаан, составлявшем владение фараона. Говорим это не потому, чтобы хотели устранить участие Отца в совершении тогдашних чудес, а потому что все, что совершает Отец, творит также и Сын. Под знамением Пророк разумеет то, что совершается сообразно с законами природы, как, например, саранчу, потому что ей по природе свойственно уничтожать плоды, а под чудесами то, что выше природы. Таким чудом были, например, жабы, потому что по природе им не свойственно бегать и жить вне. Вот такими же были и град, соединенный с огнем, и река, превращенная в кровь, потому что и то, и другое чудо совершилось вопреки природе. И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Под источниками Пророк разумеет дождевую воду, так как по повелению Божию Моисей превратил в кровь всю воду, не только в источниках и реках, но и находившуюся в деревянных и каменных сосудах. А сделано было это для того, чтобы не подумали, будто Бог, почитаемый евреями, есть частная сила, а не творец и владыка всей природы. Язычники ведь приписывают своим богам только частные силы. Вот почему Пророк дальше перечисляет все виды творения, говоря таким образом. «Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусеницы и труд их саранче. Виноград их побил градом и сикаморы их льдом. Скот их предал граду и стада их молнием». У Моисея указан другой порядок чудес совершенных в Египте. Но здесь Пророк о нем и не заботится, потому что цель его указать, что все стихии по Божию повелению восстали против фараона. И посмотри, как соответственно он обозначил действия каждой казни. О песях и мухах, он говорит, поедали их, потому что они нападали не на плоды, а на людей. А о жабах, говорит, губили их. Это они делали, заползая не только в дома, но и в печи и похищая все необходимое яство их. В этом смысле они поистине расплевали. Кроме того, умирая, жабы заражали землю зловонием. От этого зловония, естественно, опять рождалась гибель. Труды их и плоды их, говорит, были отданы гусеницы саранче, потому что они вредят одним только плодам и ничему больше. Слыша о гусенице, не удивляйся, что она не указана в числе казни у Моисея. Пророк разумеет маленький и несовершенный род саранчи. Хорошо. Далее пророк говорит, что виноград был убит градом, потому что последний больше всего губит его плоды и ветви. И дальше, что шелковичные деревья, льдом, так как растение это не терпит холода, почему и растет обычно только в теплых странах. Лед произведен градом. Но пророк упомянул дальше еще и об огне, сказав, что скот был убит градом, а имение их огнем, разумея, очевидно, под имением богатства земли, градом и огнем, таким образом, были уничтожены истреблены все растения. Тем чудо и было поразительно, что огонь разливался в воде. 842. А ты, замечая силу, ясность и краткость пророческих изречений, удивляйся премудрости духа, только для нее одной возможен такой превосходный способ речи. И послал на них пламень гнева своего и негодования, и ярость, и бедствие посольства злых ангелов. Разумеет, ангелов злых не по природе и не по расположению воли, потому что такими ангелами Бог для служения не пользуется. Пророк назвал их злыми, потому что они по Божию, по велению приносили бедствия и несчастья. Вот почему тот же самый псалмопевец, называя злым и день суда, как исполнены печали и бедствия для грешников, блажен он, взирающий на нищего и убогого, ибо в день злой и звает его Господь. Псалм 42. В этих стихах пророк упоминает гнев и ярость, а потом опять ярость, гнев и скорбь. Этим он обозначает не что-нибудь различное, хотя повторяет одинаковое выражение. И не напрасно он указывает этим на безмерность гнева Божия. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве, как, оказывая в течение долгого времени снисхождение и долготерпение тем, которые должны были подвергнуться этому гневу. Уравнял стезю гневу своему, чтобы показать, что наводить его справедливо и в надлежащее время на тех, кто не желает исправиться. Об этом свидетельствуют и дальнейшие слова. И не охранял души их. Пророк указывает причину. Почему Бог не пощадил? Какой была их душевная смерть, то есть грех. И душа согрешившая, та умрет. Иезеки 18.4 Еще смерть грешников люта. Вот почему и не пощадил. Те, кто сами себя не пощадили, а предали свою душу на смерть, естественно, не получили пощады. И так справедливо не пощадили египтян, смотри, что сделал им Бог и поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. Бог обнаруживает в отношении к наказуемым великое милосердие, начиная с меньшего, чтобы они, образумившись, приобрели большее. Поэтому он сначала предал смерти скот египтян, а найдя их бесчувственным поразил первенцев. Так что, если бы они не образумились смертью скота и отрезвились, он не навел бы казни на первенцев. Хорошо пророк назвал первенцев их начатком трудов, желая напомнить о проклятии, произнесенном над Евой, в болезни будешь рождать детей. Поражение первенцев сказанное произошло в селении Хамовых. Земля египетская справедливая называется домом и селениями Хама, не только потому, что Хам был отец Месрема, от которого произошли египтяне, но и потому, что они подражали нечестию этих родоначальников и повел народ свой как овец и вел их как стадо пустынею. В отношении к врагам он поступал как сказано выше, а свой народ он поднял с места как овец и вел их в пустыню, то есть вел их сам как стадо, показывал им пастбище, защищал от зверей, собирал свирелю в толпу и возвращал посохом заблудивших. На все это и указал пророк, упомянув о стаде и овцах, вел их безопасно и они не страшились, а врагов их покрыло море. В какой надежде он вел их? Очевидно в обетовании, которое дано было отцам. Как и говорит, сказано было Бытие в 15-13 «Ты сказал Господь Аврааму «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их четыреста лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут сюда с большим имуществом». Вадим и этой надеждой они не убоялись перейти пешком Черное море, которое сокрыло их врагов и возвратившаяся вода стала гробом для египтян и привел их в область святую свою нагору сию, которая стяжала десница его. Горой святыни называется Иерусалим не столько потому, что прежде обитала на ней святыня, то есть кивот, сколько ввиду второго кивота, плоти Господа, последняя была поистине святыней, почему и приобретение ее приписывается десницей Христа. Приобрел же ее он не оружием, а совершенными ради нас чудесами и страданиями. Прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колено Израилеву поселил в шатрах их. 844 Пророк порицает иудеев за то, что, испытав такие благодеяния, как получение чужого удела, раздел его с полной равномерностью, когда Бог показал, что он поступает с Израилем, как отец с детьми, почему и раздел повелел произвести по веревке, чтобы большую часть дать большему, меньшему, меньшему числу, чтобы таким образом сильное колено превосходило более слабое, они все-таки не помнили ни изгнанных от лица их народов, ни изгнавшего их Бога, тогда как благодаря памятованию об этом они могли бы оставаться благодарными Богу, никогда не подражать нечестии изгнанных, чтобы не потерпеть одинаковой с ними участи, но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего и уставов Его не сохраняли, пророк указывает двойной грех иудею, они, говорит, не только искушали, но и огорчали, огорчают те, кто искусивший раз, искушает второй раз и делает это многократно. Если поступать так и в отношении к простому человеку составляет тяжкое преступление, то тем более в отношении к Богу Вышнему, который по своей беспредельности недоступен нашему испытанию. За это самое упрекал Дух Святых Иудеев и через пророка Исаию, слушай, дом Давыдов, разве мало, что вы утруждаете меня? Кроме того, псалмопевец указывает еще и на то, что и сведения его не сохранили. Они нарушали даже и то, что Бог заповедовал и подтвердил с угрозой, и это было делом крайнего высокомерия и неверия. Отступали и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и стуканами своими, возбуждали ревность его. От поколения бывшего в пустыне пророк переходит к последующим, указывая на нравы, которые передали им отцы их. Что же они отвергли? Завет с Богом, который заключили они через Моисея на горе Синайской и через Иисуса Новина в земле обетованной, когда ее заняли. Они не прибыли ему верными, а превратились в неверный лук. И как этот последний не может уже правильно пустить стрелу, так точно и развращенный народ иудейский был не в состоянии жить благочестиво. Он прогневлял Бога высотами своими, возбуждал ревность его своими истуканами. Это значит не то, что Бог возбуждается ревностью в отношении к бесчувственным и бездушным идолам или демонам, но то, что Он, желая нашего спасения, ревнует о нас, подобно тому, как Отец ревнует о детях или жених, о невесте. Услышал Бога, воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Но разве Бог когда не слышит? И какая нужда в слухе для того, кто знает наши помыслы? Но теперь, говорится, Он услышал, потому что не оставил дело без внимания, а возбудился и тем показал, что слышит. Что же сделал Он, когда услышал? Он не навел казни, а презрел. Быть же презренным от Бога, тяжелее всякого наказания, потому что Его только одним оком мы и спасаемся. И посмотри в самом деле, что потерпели презренные Богом. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в село Мискини, в которой обитал он между человеками. Если бы Бог не совершенно презрел народ израильский, то не отверг бы своей скинии, бывшей у них, в которой он обитал и которая служила посредницей его общения с ними. Может быть, ты спросишь, почему же Бог, когда согрешили люди, отверг свою скинию? Потому что сам Он в ней не нуждался. Когда израильтяне согрешили, естественно, Он устранил и место своего обитания среди них. Но что такое был этот селом? Не напрасно упомянул о нем Дух Святой. Он хотел показать, что подобно тому, как отверг Бог селом, когда израиль согрешил и избрал себе другое место, Иерусалим, так точно отвергнет этот последний следствие нечестия его обитателей и даст славу свою другим местам. И отдал в плен крепость свою и славу свою продолжается о Скинии. В ней была сила и слава народа по причине священно действий. Эту Скинии Бог предал в плен. Не людям этого не случилось, а в руки врага мысленного, поэтому и упомянуто об одном только враге, а не о многих. И тем показывается, что под врагом, разумеется, враг особенный. Этому врагу предал он Скинии за то, что она сквернена была священно действовавшими, стала непотребной и не имела уже ничего достойного Бога, а было в ней свойственно только тому врагу, которому и предано. И не дивись этому, так о древнем Иерусалиме Исайя пророчествовал, что Бог предаст его демонам, страусам и косматым. Исайя 13, 21. И предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. И в этом обвинение против иудеев, что Бог, несмотря на то, что они через своих отцов стали народом Божиим и его достоянием, пренебрег их и заключил их мечом, не только мечом войны, но и мечом Слова Божия, ибо живо Слово Божие и действенное, и острее всякого меча бою до острова. Евреям 4, 12. Вот почему Слово Божие и называется справедливо мечом 846. Как же Бог заключил их мечом, то есть удержал, связал, предписав в законе обрезание плотское, а в Евангелии обрезание духовное, там субботу чувственную, здесь духовную. Связанные этими предписаниями они не могут войти в Царствие Божие. На то же указывает и дальнейшие слова. Юноши его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Юношами пророк называет сведущих в законе книжников, фарисеев, твердо веривших в силу закона. Их съел огонь, ненависть, которую питали они к нам, видя, что мы оправдываемся без дига закона. Так и Исаия говорил. Увидят и устыдятся ненавидящие народ твой. Огонь пожрет твоих врагов. Исаия 26, 11. И девицам их не пели брачных песен, потому что некому было плакивать их, когда они умерли от греховной смерти. Здесь пророк высказал обвинение против иудейских учителей за то, что они не имели сожаления грешившим девам. И не подражали Иеремии, который говорит о сокрушении черри народа моего. Я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. 8, 21. Почему и далее продолжает соответствующим образом. Кто даст голове моей воду и очам моим источники слез? Иеремия 9, 1. Так и Павел упрекает Каринфин за то, что они не пожалели впавшего у них в прелюбодеяние. 2 Коринфянам 2, 7. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. И это служит обвинением, усиливающим тяжесть наказания иудеев, что священники притыкались от Слова Божия. Это и было падение от меча. И вдовиц некому было плакивать, так как учители иудейские не имели жалости не только к девам, но и к вдовам. И под девами пророк разумеет души, которые только что начали грешить, а под вдовицами грешившие давно и утратившие страх Божий, который был условием пребывания их в законе. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином. Следовательно, не вышесказанные мечи, огонь и лишения сострадания были наказанием, а грехи, для отмщения которых восстал Бог. Он пробудился подобно спящему, то есть положил конец своему долготерпению, как бы сну, которое было столь велико, что принималось за опьянение. Какое опьянение? Опьянение, которое случается с сильными людьми, от вина, в силу чего они на некоторое время становятся неспособными к деятельности, но пробудившись от сна, бывают еще более ревностными. Так точно и Бог, как верим мы, после долготерпения будет еще решительнее в отношении к тем, кто не чувствовал его долготерпения. Вот и теперь, что он сделал? И поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. Стих 66. Одних Бог поражает вперед. Это суть те, которым наказание служит в пользу, которых бич Божий побуждает жить по правде. Пораженные же спять в тыл, суть те, которые ожесточаются наказаниями, как, например, фараон. Таких Бог предает вечному позору, так как наказание отчаянных грешников и указание их недугов не вызывает в них покаяния. Может быть, впрочем, по словам в тыл, пророк приличным образом указал на болезнь задней части тела. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал. Так благочестивые отцы не приносят пользы нечестивым детям. А избрал колено Иудина гору Сион, которую возлюбил. Сион и древний Иерусалим принадлежат не Иудину колену, а колену Вениаминову. Под Иуда, разумеется, исповедующий Бога. Так толкуется Иуда. Иудина колено церковь. В ней-то покаянием и исповеданием сохраняется гора Сион, которую Бога возлюбил. В противном случае, как называется Сионом тот, кто созерцает Бога, потому что Сион означает смотрение с высоты. Если же ты скажешь, что Сион местность, то не о нем писали Михей Исаия. Сион распашите, Ниву. Михей 3.12 А о нашей горе, которую так возлюбил Бог, что верил ей все таинства. К ней же явно относятся и далее следующие слова. «И устроил как небо святилище свое, и как землю утвердил ее навек». Если это говорится о древнем Сионе, то пророчество оказалось бы ложным. Как мог он быть утвержден навеки, когда от него не сохранилась и следа. Но Сион Новый Богу твердил навеки и устроил как единорога, положив в основание его единообразный рог. В нем нет ни различных крещений, как и у иудеев, ни многочисленных забот относительно новомесяча и очищения и суббот, ни множества богов, как у язычников, пребывающих в нечести, но один Господь, одна вера, одно крещение». Ефесянам 4.5 «Почему и врата Адовы не одолеют ее?» Под которыми, разумеется, еретики. «И избрал Давида раба своего и взял его от дворов овчих и от даящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля». Ты непременно спросишь, почему пророк упомянув о таинствах церкви и говорит о Давиде, который жил гораздо раньше их? «Это потому, что Давид был отцом и образом Христа, потому, что он взят от стад овчих, а не от стада, так как у Христа много стад людей, ангелов, умных и видимых сил. Стада эти чреваты, то есть рождают подлинно. У Христа нет бесплодного стада, но все вследствие страха пред Ним носят во чреве и рождают спасение. Вот почему Исаик говорит, от страха твоего, Господи, во чреве принял и родил. Дух спасения твое сотворил на земле». Исаия 26, 18. Вот откуда взят Христос. Для чего? Спасти Иакова и наследие свое Израиля. То есть народ из язычников, потому что этот Иаков, запятав Иудею, получил их права первородства. Он же и Израиль, потому что во время таинства он видит Бога лицом к лицу, подобно тому, как и Иаков видел его лицом к лицу. А что Бог пасет, послушай, как говорит об этом Давид. Господь пасет меня, я ни в чем не буду нуждаться. Послушай Христа, я есть пастырь добрый. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их. Видишь, что пророк явно говорит о Христе. Поистине в сердце его не было злобы, ибо он не сделал зла и не было лжи в устах его. Сила же рук его была так велика, что возвращала зрение слепым, восстанавляла хромых, очищала прокаженных, вообще восстановляла всего погибшего человека.